Доброе утро! Доброе утро! Так как же защититься? Как обезопасить себя от этой болезни? Ну, знать причину, во-первых. Причина – это пневмококк. Наиболее частый возбудитель вот этой болезни. И специфическая профилактика, то есть та профилактика, которая дает возможность реально защитить человека от этой болезни – это вакцинация. Вот это прежде всего. Второе, я бы сказал, не курить. Но детям делают однозначно прививки от пневмококковой инфекции, а взрослые – никто, я думаю, я вот уверена просто, что никто из работников нашей телекомпании не привит во взрослом возрасте от пневмококковой инфекции. Да, конечно. Вы знаете, дети действительно наиболее часто болеют пневмониями, они не могут защитить себя от этой инфекции, поэтому у них есть календарный план прививок. Взрослым теперь с 50 лет, с этого года, тоже ввели обязательно вакцинацию от пневмонии. Вне мококковая инфекция контролируется вакциной, которая очень хорошо работает. И это реальный, так сказать, шаг для того, чтобы снизить заболеваемость и смертность от этого грозного заболевания. То есть, в принципе, может взрослый человек пойти и привиться? Конечно, конечно. В какие-то определенные сроки или в любое время? Да, тот человек, который склонен вообще к простудным заболеваниям, кто часто болеет воспалением легких. Это люди, которые действительно нуждаются в реальной вакцинации. Любой человек, но чаще всего это люди уже более взрослые, старше 50 лет. Те, которые курят особенно, кто имеет заболевания сопутствующие, такие как сердечно-сосудистая патология, сахарный диабет, заболевания легких. Тот, кто курит, вот они склонны к неумонии. Николай Александрович, я знаю, что вы нам принесли сегодня какой-то удивительный прибор. Прибор, что мы можем им проверить, что сделать? Прибор, который я представил, это прибор, который может показать количество угарного газа в выдыхаемом воздухе. А это реальный риск? Конечно, конечно. Тот, кто курит даже одну сигарету в сутки, у него возрастает риск развития внимания в полтора-два раза. А если человек не курит, но вокруг него курят другие? Так же в два раза риск воспаления легких возрастает. Какой кошмар. Я скажу, чтобы никто вокруг меня не курил, но я хотел бы провериться на этом. Давайте проверим. Вы не курите? Нет. Значит, задача глубоко вдохнуть и задержать вдох. И не дышать. Делайте вдох. А Сергей, он немножко простужен, не помешает ли ему это? Задержи. И не дышать. Как только будет на мониторе ноль, вы вставляете трубочку в рот плотно, обхватываете губами и выдыхаете до конца весь воздух. И дуете. Ну, а давайте посмотрим, сколько у вас на мониторе. На мониторе у вас ноль. То есть у вас нет угарного газа. То есть продукт в горане... Мой костер внутри не горит? Абсолютно нет. И у вас самое главное, что отсутствие угарного газа не связывает гемоглобин. Основной транспортер кислорода. То есть у вас нет недостатка кислорода в организме. Хотя вы сейчас немножко болеете. То есть можно, в принципе, таким прибором проверить... Да, можно оценить курящего человека. Любого, тот, кто скрывает «я не курю» или находится в атмосфере курящих, мы всегда узнаем об этом. Супер. Здорово. Спасибо. Спасибо, Николай Александрович, что к нам пришли. Спасибо, что поделились с нами новостями в области лечения. Такой нехорошей болезни, особенно в осенний-зимний период, как пневмония. И, ну, надеемся и пожелаем, наверное, всем нашим телезрителям не болеть. Это самое главное. Вам тоже будьте здоровы, не болейте. Спасибо большое. Очень приятно слышать такие пожелания от главного пульмонолога. Да. На вам от нашего генерального спонсора чай «Хилтоп» в подарок с воспоминанием о скором наступлении нового года. Спасибо огромное. Чай в России – это символ единения близких по духу людей. Без чая не проходит ни одно торжество. Спасибо. Спасибо, спасибо огромное вам здоровья. Спасибо.